Тут все очень просто, такое пяльце. Сюда мы зажимаем ткань, накачиваем давление грушей и смотрим, держит или нет. Как правило, нас удовлетворяет, если ткань держит давление, положенное не менее суток. Мы накачиваем и уходим на сутки, оставляем, утром приходим, смотрим, что если все нормально, давление держится, значит ткань работает. Прежде чем вообще ткань пускать в изделие, в какое-то тестовое, мы сначала тестим вот таким образом, лабораторно, так сказать, и только потом принимаем решение о том, чтобы изготовить какое-то изделие. Вот мой образец, проклеили, будем ее тестить. Нужно налить водичку, нужно ткань положить лицевой стороной вниз и накачиваем. Видно, что водичку давит прямо из-под ленты, причем давит ее так прилично, это плохо, это не проходит такая проклейка. Либо виновата сама лента, потому что плохо приклеилась. Из-под ткани пока не видно, чтобы давило вообще что-то, пока что все через слабое место выходит через ленту. Мембрана два слоя. То же самое, только без вот этой сеточки, сеточки для бондинга. Просто двухслойная мембрана. Нигде не вылазит вода. Если ее потрогать, то вода немножко влажная. То есть, если пальц провести, он чуть-чуть влажный. Это, кстати, считается нормой. Пошла-поехала. Вода прям. Вода влевает. Такая не подходит проклейка. И надо все пустоты заполнить. Другая ткань. Тоже из-под ленты давит. Давит, кстати, не только вот здесь вот капелюшками, но и прямо вот здесь выдавливает. То есть, по каналу, прям по каналу, по ткани. Вот здесь выдавливает. Это говорит о том, что если у тебя течет где-то в одном месте, это не значит, что именно там. Только вы можете по каналу сообщаться. Вода давит из-под ленты и нужно что-то менять. Это либо менять настройки машины, то есть скорость подачи ленты, температуру разогрева ленты или силу прижимания роликами, либо саму ленту. Данная комбинация настроить не подходит для проклейки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова